Правительство Югры и российское энергетическое агентство Минэнерго накануне подписали соглашение взаимодействия. Главной его целью станет создание центра компетенции нефтегазовой отрасли на базе Центра рационального недропользования имени Шпильмана. В работе будут задействованы федеральные научно-исследовательские центры, образовательные и ведомственные организации, научные сообщества и предприятия нефтедобычи. Центр компетенции будет внедрять меры, которые помогут снизить зависимость нефтегазовой отрасли от импорта оборудования и услуг иностранных компаний. Также в его компетенции разработка, апробация и тиражирование инновационных научно-технических решений для повышения нефтеотдачи пластов. Направление, от которых мы договорились будем заниматься, это научно-технологическое, инновационное и образовательное. По этим трем основным направлениям наш центр компетенции будет работать. Весь ресурс, который есть сегодня в Югре, в части компетенции по нефтегазовой отрасли, он должен работать на благо Российской Федерации. Вот этим мы и будем заниматься. Российское энергетическое агентство, как и научная организация, конечно, заинтересовано в использовании того потенциала, как научного, так и образовательного, который существует в Югре. И нам интересен не только тренд на развитие технологий, но и то, как работают в Югре по подготовке кадров для топливно-энергетического комплекса. В Нягоне коммунальщики занялись несвойственным для профессии делом. Вместо ремонта они ликвидируют самовольные постройки, бани, сараи и гаражи. Например, в этом несанкционированном кооперативе полсотни гаражей. Как правило, их используют для охранения всякого хлама. Разрешение на установку конструкции на муниципальной земле никто не выдавал и не получал. Поэтому гаражи должны ликвидировать сами хозяева. Об этом гласят объявления, которые здесь развесили еще месяц назад. Однако, как показывает практика, всю работу приходится делать муниципальным властям. Гаражи вскрывают в присутствии комиссии, описывают имущество, а потом вывозят на ответственное хранение. Коммунальщики намерены убрать все самовольные сооружения, а на их месте построить что-нибудь полезное. На сегодняшний день у подрядчика в работе 12 строений на вывоз. Это гаражи, которые самовольно установлены. И выявляем хозяев, которые не выявлены, будем вывозить на ответ хранения. На каждое строение приходится 50 тысяч 92 рубля 41 копейка. На дорогах Югры 13 водителей задержали в состоянии опьянения. Двое повторно задержаны за рулем в таком состоянии. 27 водителей привлекли за выезд на полосу встречного движения. И еще 14 автолюбителей нарушили правила перевозки детей. За прошедшие сутки на территорию округа зарегистрировали 6 ДТП, в которых пострадали 10 человек. На Тобольском тракте в Сургуте водитель Лады не выдержал дистанцию, столкнулся Фордом Кугой. Проехали полторы тысячи километров на машине, 25 на квадроцикле по тайге, еще 40 на лодке по реке и 4 километра пешком по болотам. Такое путешествие совершили сотрудники Депинформтехнологии Югры и компании подрядчика, чтобы обеспечить интернетом сразу две территории традиционного природопользования в Ханты-Мансийском районе. По пути они встречали даже медведя. В итоге спутниковое оборудование появилось на стойбищах Василия Хорова и Виктора Лазямова, где в общей сложности проживают 75 человек. После проведения пусконалодочных работ каждую точку доступа оборудовали ноутбуками. Главным семьи специалисты помогли зарегистрироваться на портале госуслуг и показали, как пользоваться интернет-сервисами. Отмечу, первое эти стойбище появилось в округе еще два года назад. Теперь их уже 25. Югорчан научат принимать гостей. В ноябре в Ханты-Мансийске начнет работу школа-сервиса, где всех желающих будут обучать мировым стандартам индустрии гостеприимства. Речь в данном случае идет о персонале гостиниц, ресторанов и кафе. Нехватка профессиональных кадров в этой сфере ощущается особенно острая. Организаторами школы стали Югорский фонд поддержки предпринимательства и гостиничный комплекс «Югорская долина». Именно начальники служб этого комплекса и выступят в качестве педагогов. Обучение бесплатное, прием заявок начался 14 октября и продлится до 1 ноября. А еще через две недели начнутся первые занятия. Организаторы рассчитывают, что школа будет интересна владельцам югорских гостиниц и ресторанов, как возможность бесплатно повысить квалификацию своего персонала, а также обычным людям, желающим получить новую профессию или прокачать свои профессиональные навыки. А все жители и гости округа получат в итоге более высокий уровень сервиса в индустрии гостеприимства, которое, к слову, занимает важное место в югорской экономике. В ней только официально занято свыше трех тысяч человек, а отчисления в бюджет превышают 5 миллиардов рублей. Здесь мы видим два направления. Одно направление это чисто, безусловно, коммерческое, потому что это в интересах, ну, как мы предполагаем, в интересах бизнеса организовывать работу с персоналом таким образом, для того, чтобы это работало на продаже, приносило прибыль, обеспечивало возвратность гостей конкретно в те организации, да, которые действительно вкладываются в работу с персоналом. И вторая история, то мы, безусловно, будем продолжать сотрудничество с центром компетенций, для того, чтобы, возможно, да, в каких-то формах или в каких-то мерах, может быть, отдельные блоки, как программу поддержку предпринимательства. В нефтеуганске за мошенничество будут судить менеджера турфирмы. По информации окружной прокуратуры, Югорченко обманула клиентов почти на 2 миллиона рублей. За полтора года женщина оформила 10 фиктивных туров. Деньги за организацию отдыха она получила, но только до туроператора они не дошли. Злоумышленница распорядилась финансами по своему усмотрению. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы. Отмечу, руководство компании полностью закрыло долги перед пострадавшими. У главы общественной палаты Югры подтвердился коронавирус. Об этом сообщили в официальной группе общественной палаты округа ВКонтакте. Чувствует себя Ирина Максимова хорошо и призывает соблюдать ограничительные меры. Ранее мы сообщали, что на самоизоляцию ушла и глава региона Наталья Комарова. У нее также диагностировали коронавирусную инфекцию. За минувшие сутки в округе зафиксировали 195 новых случаев ковид-19, в 20 муниципалитетах, в Сургуте 32 заболевших, в Ханты-Мансийске 30 подтвержденных случаев, в Нижневартовске и Нефтьюганске по 21. В остальных городах и районах меньше 11 заболевших. Коронавирус вмешался в жизнь российской волейбольной суперлиги. Сургутской «Газпром-Югре» придется пропустить матч пятого тура, который был запланирован на 17 октября. Подвел сургутян соперник, нефтяник из Оренбурга. Его игроки сдали положительные тесты на ковид-19. Такое тестирование обязательное условие проведения матчей суперлиги. Если результаты исследования оказываются положительными, на двухнедельную самоизоляцию уходит вся команда. «Газпром-Югре» сама провела матча первых четырех туров не сильнейшим составом, хотя причина такого шага не называется. Ранее на карантин ушла команда СК из Нижнего Новгорода. За два пропущенных матча она получила технические поражения 0-3, так как не удалось договориться с соперниками о переносе встреч. Центр зимних видов спорта в Хантамансийске, несмотря на погоду, готов принять первых спортсменов. Совсем скоро на трассе должны стартовать тренировки юниорской сборной России по биатлону, сборной России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. В Хантамансийск также приедут сборные России по лыжному двоеборью и другие региональные сборные по зимним видам спорта. Накануне в центре распаковали запасенный с прошлого года снег. 15 тысяч кубометров снега уложат слоем в 40-50 сантиметров. К слову, структура у такого снега особая. Она не тает даже при плюсовой температуре. Снежная трасса полностью будет готова к 22 октября. Все идет по плану, машины работают, погода позволяет, пока такая трасса не скользкая, это самое главное. Ну, все, идем согласно графику пока. В этом году мы чуть-чуть замахнулись побольше. Лыжню сделать не 4 километра, как всегда, а 4,5. Там еще один подъем прихватили, чтобы ребятам было поинтереснее кататься.